Маленьких детей живыми бросали в яму, детям постарше разбивали головы лопатами, а постарше всех расстреливали. Шли расстрелы. Ужасные расстрелы. Ужасные расстрелы. Ужасные расстрелы. Ужасные расстрелы. Політика переслідувань и убийств в многих местах Украины мала свои особенности, хотя, наконец-то, результатом этой политики было убийство. И если мы вспоминаем про Чернигов, то это, возможно, наиболее промовистый випадок того, как антиромская политика была нацистской оккупационной владой там реализована в Чернигове. Три дня, первого, второго и третьего августа 1942 года, с ромским населением Черниговской области было покончено. И таким чином мы бачим, что то, что произошло с ромами в Чернигове, оно фактически произошло за той самой моделью, как нацистами развязывалось еврейское вопрос. То есть, фактически, там самая последовательность действий. Сначала регистрация, заборона, оставила свои места, потом, через некоторый час, а там могла быть, до речи, использование, промысляная работа, пограбование, а потом, через некоторый час, сбор этого населения, отправка его в тюрьму. В тюрьме набили их так, понимаете, что камеры были заполнены до отказа, не могли ни сидеть, ни лежать. Они стояли, прижавшись друг к другу. И потом, из тюрьмы, отправка на место расстрела и, власне, знищение людей. Начали на рассвет, еще темно, расстрелы, и кончили, когда уже стемнело, почему они спешили, я не знаю, когда два немецких офицера сошло с ума. Самые расово-идеологичные критерии, критерии знищения народу, лишь через то, что его представники належали до этого народа, а это расово-идеологический подход. И он был использован начальником этого поезда в Чернигове, и много людей было убито. было расстреляно, за разными данными, близко пяти тысяч ромов в Одноподусовке. Они, перед тем, как выехать на место расстрела утром, уже заправлялись шнапсом. Потому что для человека выдержать вот эти ужасы, особенно когда расстреливают женщин и детей, это вообще невероятно. в Украине действует стратегия защиты и интеграции в Украинское суспільство ромской национальной меньшины. Органы, правоохранительные органы практикуют такой подход. Они могут ворваться в дом рано утром или ночью, или днем, схватить человека, завести и пытаться делать то, что им хочется. Чернигов — открыто спокойное место, где не дискриминуется ни национальность, ни раса, ни религийная группа. Не обмежены в правах и на культурное житие, на освоту, на участие в политическом житии в месте. Это для нас обычные представители жителей города Чернигово, которые используются и имеют право на все те же права, как украинцы, россияне, евреи, или поляки, которые живут в нашем месте. С самой юности ранее я наблюдала факты какого-то предвзятого отношения нервов к моим родственникам по крови Кромов. Еще когда полиция была в милиции, была в Черниговском райотделе развешана по всем селам. Вот этот произвол продолжается до сегодняшнего дня. В некоторых местах может быть желание местных органов власти идти на зустричь с Ромомом и делать деякие аферматичные действия. Но мы не всегда встречаем понимание самих Ромов, аферматичные не знают, как это делать. Они не знают, что есть другие возможности и другие жизни. И поэтому... всем Ромам, которые будут смотреть этот ролик из других стран, я хочу сказать, не бойтесь защищать свои права. Учитесь своих детей, они будут вашими защитниками. Я также думаю, что нужно усиливать работу на построение такого мультикультурного общества в Украине. Когда общество наше Ромское будет образовано, оно может решить любой вопрос. Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова